Полезный город Часто ли вообще такие мероприятия проводите? Вообще в эти выходные наши специалисты работали сразу на двух мероприятиях Одно было в рамках Дня молодежи, фестиваль здорового образа жизни Он проходил в Кочуровском парке И второе мероприятие действительно это был музыкальный фестиваль «Рок над вяткой» Который проходил в загородном комплексе «Рыба пила» И там и там были представлены мобильные пункты экспресс-тестирования на ВИЧ Конечно, аудитории фестивалей были разные Специалисты тоже работали с разными акцентами Но, тем не менее, оба мероприятия прошли очень успешно А с разными акцентами что вы имеете в виду? То есть какие-то по-разному разговаривали, по-разному приглашали людей на фестиваль? Конечно, разная аудитория, целевая аудитория разных двух фестивалей Все-таки, если это День молодежи, фестиваль здорового образа жизни Там и аудитория помоложе И, учитывая количество профилактических мероприятий, количество медицинских работников Понятно, что туда пришли люди, больше заинтересованные в своем здоровье Больше, скажем так, замотивированные на то, чтобы получить какую-то полезную для себя информацию На музыкальном же фестивале мы всегда становимся таким неким открытием для большинства участников Потому что люди приезжают там с палатками отдохнуть И встречая медицинских работников, которые предлагают какие-то бесплатные услуги по исследованию здоровья Многие очень удивляются, что это вообще возможно Но при этом отклик мы, конечно, получаем очень хороший, очень позитивный Людям нравится доступность, да, прежде всего доступность вот этого Возможность пообщаться с медицинскими работниками, получить какие-то ответы на вопросы Это всегда достаточно такой позитивный момент Кроме тревожных 15 минут ожидания результата Есть уже какие-то цифры? Много ли людей прошли экспресс-тестирование во время обоих мероприятий? Это 150 человек И там, и там, да? Да, всё вместе суммарно это 150 человек И это, кроме того, кто прошёл тест Были ещё те, кто, например, сдавал ранее Им не нужно было проходить экспресс-тестирование Кто-то обращался в медицинские учреждения, кто-то донор Но люди просто обращались с вопросами То есть охват информированием, конечно, мы отдельно не учитывали Но примерно в 2,5-3 раза больше Потому что люди подходили, брали буклеты Брали буклеты для каких-то своих знакомых Те, кто постарше, для детей брали буклеты Интересовались, задавали вопросы И это очень важный момент, когда мы можем не только предложить услугу тестирования Но и общаться с людьми на темы, которые, в общем-то, они специально зачастую не ищут А когда им предлагают этот вариант И рассказывают и статистику, и риски заражения Это всегда бывает очень интересно А много были тех, кто, не знаю, не набрался смелости провести экспресс-тестирование Но согласился поговорить, например, взять какую-то информацию Таких людей было немного, но они были И это, конечно, категория, которая требует особого внимания Потому что человек уже тревожен, он чего-то боится В том числе, например, вот как нам сказали Ну вот, я приехала отдохнуть Вот я знаю, что у меня были риски А вот я сейчас пройду экспресс-тест И что, у меня вроде весь фестиваль пропадёт Нет, давайте вы мне всё расскажите Придёт рабочая неделя Я, возможно, наберусь смелости И, ну, пройду где-то в другом месте Там, да, например, к вам в спецентр Ага, а тогда вот такой момент После таких мероприятий, да, когда проводят экспресс-тестирование Наблюдается ли какой-то вот хвостик, да, людей Которые приходят потом на лабораторную диагностику Или сложно это отследить, вот эти какие-то цифры Довольно сложно, на самом деле, отследить Потому что людей всегда приходит достаточно много С разными запросами, по разным поводам Вот, но мы точно знаем, что они получают информацию И у них возможность принять решение Она уже появляется А как скоро будет это принято решение Не всегда это бывает решение в первые дни после фестиваля Потому что там врывается рабочая неделя У людей какая-то загруженность бывает И обычно там вот через 2-3 недельки Где-то иногда созревают Особенно, когда появляется информация о том, что следующее Экспресс-тестирование где-то будет проходить И вот интерес появляется уже вот тогда, что Можно, наверное, вот сейчас, наверное, уже обдумав всё Может быть, что-то почитав, да, что-то пережив Обсудив, может быть, с партнёром Прийти и действительно сдать экспресс-тест С технической точки зрения экспресс-тестирование От лабораторной диагностики Отличается ли чем-то, если да, то чем? Если брать техническую сторону процесса Именно вот техническую То лабораторный анализ Это всё-таки забор в условиях процедурного кабинета Кровь из вены и аппаратная постановка С точки зрения экспресс-тестирования Но это экспресс-тесты, они ещё используются в медицине Как прикроватная диагностика То есть берётся тест-кассета или тест-полоска И на месте, рядом с человеком, прямо берётся капля крови из пальца Вот в нашем случае мы работали по таким тестам Бывают ещё по слюне И через 15-20 минут результат уже бывает готов У нас на сегодняшний день тесты используются Которые на 100% по чувствительности и специфичности Соответствуют лабораторным тестам То есть это достаточно эффективный инструментарий Ранней диагностики, который может использоваться Вот для таких массовых скринингов Я просто помню, много-много лет назад Проводилось экспресс-тестирование на театральной площади И несколько знакомых у меня принимали в нём участие И у них вот был вопрос вроде, а что вот До этого мы ходили, нужно было сдавать кровь из вены Ждать там сколько-то дней результатов анализов А тут вот вроде было 10-15 минут и всё готово Почему бы тогда постоянно не проводить экспресс-тестирование? То есть в чём фундаментальная разница? Ну, фундаментальная разница прежде всего всё-таки В юридических вопросах, когда человек получает Или не получает на руки бланк заключения результатов анализов Так как экспресс-тесты – это всё-таки история анонимная Достаточно быстрая, без глубокого исследования Эпидемиологического анализа человека То есть мы разговариваем о рисках Но всё-таки сделать это в уличных условиях один на один Например, а не во врачебном кабинете Чтобы человек раскрылся, вспомнил, подумал все ситуации риска Оценил свои какие-то моменты Не представляется возможным И опять же, сегодня юридически по результатам экспресс-тестирования Никаких письменных заключений не выдаётся То есть это как бы предварительное тестирование для самого человека В случае, если это акция Либо для медицинских работников для принятия быстрых решений Например, в рамках поступления женщины на роды Необследованные на ВИЧ, например Или в рамках аварийной ситуации Медицинского работника с пациентом Чей ВИЧ-статус неизвестен Для принятия быстрых решений нужны экспресс-тесты Для остального, конечно, для медицинского заключения Нужна лабораторная диагностика И много ли случаев и выявляется с помощью таких экспресс-тестов? В этом году мы ещё летних уличных акций не проводили Это были первые И вновь узнавших о своём ВИЧ-статусе У нас истории не было Но к нам подходили пациенты, которые уже знают И люди спокойно говорят об этом со специалистами, да? Да, то есть они говорят А вот мы там, например, со статусом очень хочется посмотреть А как это будет в экспресс-диагностике? Мы, конечно, не отказываем Ещё раз посмотреть на свой положительный результат Мы поддерживаем всех, кто хочет поговорить с нами Позаботиться о своём здоровье Ведь у пациентов, живущих с ВИЧ, у них тоже могут возникать вопросы И юридического, и психологического характера И медицинские вопросы И если они могут просто пообщаться со специалистом Мы задать их даже вне кабинета в спеццентре Вне рамках медицинских учреждений Это тоже очень неплохо А насколько вообще с психологической точки зрения Эти экспресс-тестирования С одной стороны, вроде бы, медицинское учреждение Это некий статус, да? С другой стороны, экспресс-тестирование На тебя не давит вся эта, возможно, больничная обстановка Как вообще люди реагируют? Где им проще расслабиться, пойти на какой-то контакт с работником? Знаете, при сдаче теста на ВИЧ расслабиться невозможно Да, наверное Ожидание результата, даже если ты уверен, что у тебя ничего не было За эти 15 минут ожидания У нас очень часто люди, которые сдали экспресс-тест Они даже далеко не уходят, они где-то вот тут вот невдалеке Прямо бледно-зелёные По часам смотрят Они такие, вот я же вот знаю, что я уверен Но вот всё равно вот эти вот 15 минут И такая вот потом радость, что результат отрицательный Расслабиться невозможно Но открытость и, скажем так Такая, знаете, дружелюбная атмосфера Конечно, она выше на акциях Когда мы, как медицинские работники Немножечко, может быть, спускаемся К пациентам из своих кабинетов Где всё-таки бывает страшно и тревожно Как ни крутите Сам термин СПИД И название СПИД-центр Они остаются для многих чем-то таким пугающим до сих пор Что это что-то очень такое вот прям Какое-то закрытое Что-то такое прям страшное Но нет, нам как раз надо бы вот эти мифы Развенчивать и давать людям возможность Позаботиться о своём здоровье В комфортных для них условиях Вот если говорить о тех, кто отказывается Проходить тестирование Ну, отвлечься, если там от мероприятия Что человек не хочет себе испортить настроение Во время концерта Если в целом говорить вот о таких акциях Летних, когда люди проходят Или не проходят экспресс-тестирование Какие причины называют? Недавно проходил Причём при выяснении, как недавно проходил И где, в рамках чего Называется практически что угодно Чаще всего называют профосмотры на работе Это на самом деле Одна огромная ошибка Потому что тест на ВИЧ В подавляющее большинство профосмотров Не входит Но люди постоянно уверены Что если берут кровь, то на ВИЧ это точно берут Мы не можем узнать корни этих убеждений Возможно, это как-то путается, может быть, с сифилисом С какими-то другими анализами Не знаю Но люди абсолютно уверены Что если они были на профосмотре То у них точно вот на ВИЧ они обследованы Ну, кстати, если говорить о профосмотрах А вообще на предприятии Где-то возможно провести такой экспресс-тестирование? Мы с удовольствием выезжаем на любое предприятие Где нам набирают аудиторию Хотя бы 20-30 человек Для того, чтобы мы могли спокойно побеседовать с каждым И провести экспресс-тестирование И мы открыты к такому сотрудничеству Поэтому такие мероприятия тоже бывают Еще одна причина у нас Я и так о себе все знаю Такая, знаете, что я о себе все знаю Я бы заметил, я бы понял Да, и опять же миф, что у ВИЧ-инфекции Обязательно появляются какие-то признаки или симптомы Что самочувствие обязательно-обязательно изменится И обязательно-обязательно что-то почувствуешь Что если это такая серьезная болезнь То вы все врете Что со мной ничего не будет И я ничего не почувствую Ну вот вообще сколько лет человек может Не подозревать о собственном диагнозе? Ну, вообще в литературе указывается до 10 лет Но мы, конечно, смотрим, что пораньше бывает Но и случаи, когда и больше 10 лет Человек не подозревает, что у него ВИЧ Тоже случаются Но в среднем первые 3-5, иногда 7 лет Человек действительно ничего не знает и не подозревает Вирус потихоньку разрушает иммунитет Пока ресурсы есть, количество клеток иммунитета организмом Восстанавливается И вот за счет этого баланса Человек продолжает жить, как обычно Симптомов может не быть действительно несколько лет И, к сожалению, это приводит к тому Что мы сталкиваемся с людьми, у которых ВИЧ заходит достаточно далеко То есть на поздних стадиях, зачастую близких к СПИДу Конечно, лечить в этих стадиях гораздо сложнее Чем если мы выявляем человека на самых ранних стадиях Когда иммунитет еще сохранен И никакие другие системы и органы Не разрушены сопутствующими заболеваниями На фоне ослабленного иммунитета Ну то есть чем раньше начать терапию Тем больше шансов на жизнь, которая в принципе ничем не отличается Конечно, и для этого нам важно рано выявлять Почему и мы выходим с экспресс-тестами Чтобы люди имели возможность Как можно раньше узнать свой ВИЧ-статус Неважно, положительный или отрицательный Да, если вернемся к экспресс-тестам Если экспресс-тест оказался положительным Дальнейшие шаги у человека какие? То есть считается ли это официальным диагнозом Или с учетом того, что это все равно все анонимно? Нет Диагноз устанавливается по трем основаниям Это эпидемиологические данные Клинические данные То есть это осмотр врача Клинические признаки И лабораторные данные То есть это три составляющих В экспресс-тестировании трех составляющих Для постановки диагноза нет Поэтому экспресс-тест считается предварительным этапом Перед углубленной диагностикой Поэтому при получении первого экспресс-теста Мы обязательно человеку рассказываем Что это вообще еще не диагноз совсем Что это только показания к обследованию Вообще экспресс-тест любой является показанием К дальнейшему обследованию Но если он положительный Мы, конечно, предлагаем человеку сделать еще один Чтобы исключить ошибку И обязательно связываемся с ними То есть обмениваемся контактами Договариваемся, когда он подойдет в спеццентр Как ему пройти удобно обследование В какое время, в какой кабинет подойти То есть стараемся обеспечить все-таки Максимальное сопровождение До момента дохода человека К медицинскую организацию за медицинской помощью После этого проводится уже углубленный обслед Ну как бы стандартный лабораторный тест на ВИЧ И уже вся остальная работа По результатам лабораторного анализа Как вообще люди реагируют Получив вот именно во время экспресс-тестирования Это всегда шок Неважно, где человек получает Первый положительный результат В поликлинике по месту жительства В женской консультации У нас в спеццентре На экспресс-акции Это всегда шок Шок, неверие, отрицание Невозможность принять эту информацию Первая стадия всегда такая Сколько она может длиться? То есть в течение какого И вообще как ведется эта работа с людьми? То есть вы знаете, что у человека ВИЧ положительный статус И сколько времени ему можно дать на подумать А потом уже повторно, я не знаю, пригласить Настоять на том, чтобы он прошел дальнейшее обследование Мы вообще настаиваем на то, чтобы углубленное обследование Проводилось в максимально короткие сроки Потому что нас все-таки интересует состояние здоровья Сохранность иммунитета И как можно раннее начало лечения То есть насколько можно раньше начать лечение Его надо начать Работа, например, психолога В процессе принятия диагноза В процессе проживания вот этих этапов горя Она будет вестись гораздо дольше Потому что острое горе Это может составлять и до полугода А принятие диагноза Это может быть год А иногда в отдельных случаях Гораздо больше времени Больше года может занимать И на каждых этапах Человеку нужна будет своя поддержка определенная Это не обязательно поддержка только специалистов Это может быть поддержка людей Которые уже живут с ВИЧ Которые в свое время когда-то прошли эти стадии Могут поделиться опытом В том числе опытом успешной жизни Со своим диагнозом Это бывает иногда решающий момент Когда человек, выходя из своего кокона горя Видит, что вокруг есть люди Которые живут с этим Пьют таблетки Строят там карьеру Женятся, выходят замуж Рожают детей И для него это вот такое, знаете Открытие целого нового мира В котором ВИЧ Это не смерть завтра А это жизнь просто С определенными особенностями Которые заключаются В регулярном приеме таблеток И регулярном посещении врача Как при любом хроническом заболевании Что человеку делать Ну то есть кроме обследования Понятно, что нужно показаться Специалистом в плане семьи То есть насколько сразу же Нужно поставить партнера в известность Обязательно ли говорит всем членам семьи Потому что все равно до сих пор Там бытуют мифы Про какой-то бытовой способ передачи ВИЧ Очень хороший вопрос Потому что чаще всего Конечно, тема ВИЧ Очень болезненна С точки зрения того Что надо кому-то сказать И если у человека У которого выявляется положительный результат Есть половой партнер Там муж, жена Или кто-то близкий Любимый человек То в первую очередь Нужно поставить в известность тех Кого потенциально мог заразить этот человек Или возможно от кого потенциально заразился Если ВИЧ-статус еще в окружении Ни у кого не установлен Это же не всегда бывает известно Обращается кто-то один А потом по цепочке Могут выявиться еще несколько человек Это очень тревожный момент И затягивать с ним безусловно не стоит Потому что каждый человек Имеет право знать Что происходит с ним С его здоровьем Все-таки заболевание инфекционное Оно передается от человека к человеку И чтобы прекратить цепочку передачи Надо выявить источника всех Кто мог заразиться Поэтому очень важно Мы прям проводим работу Чтобы партнера выявить Пригласить Обследовать Это может сделать сам человек Либо это могут сделать специалисты По договоренности С тем, кто был уже выявлен Это очень сложный этап работы На самом деле А вот члены семьи Которые В бытовых контактах состоят Например Мама, папа, братья, сестры Да, действительно Им сообщать Вот в первые дни То есть не обязательно Это не является обязательным Но Мы опять же Смотрим ресурс Поддержка семьи В такой момент Бывает очень важна Но надо смотреть ресурс семьи Если Семья наоборот Сама испугается И будет горевать Сильнее самого пациента Какие-то панические настроения Вокруг человека создавать Начнёт выделять ему Отдельную кружку Отдельную ложку Отвешивать полотенца У нас бывали К сожалению И такие случаи То вот тут Надо тоже Очень аккуратно Чтобы человек Сначала Сам прощупал Немного Обстановку То есть Как отреагируют Его близкие Родственники Насколько это Вообще возможно Понять И самому человеку И специалистам Психологам Ты же не придёшь В семью Сам не посмотришь При этом Явно нужно человеку Дать какой-то совет Делиться с близкими Или не делиться Этой информацией Вот тут Действительно Момент Который ориентирован На степень близости Между членами семьи Насколько у них Доверительные отношения Насколько они Вообще близко Рассказывают О своей жизни Друг другу То есть Приходит например Человек и говорит Нет Вот мы конечно Живу я с родителями Но они вообще О моей жизни Ничего не знают Понятно что здесь Вряд ли будет история С раскрытием Вич статуса Родителям Да Есть например Что у меня Самый близкий человек Сестра Или брат Например Я вообще Всё-всё-всё Ему Или ей Рассказываю Тогда это уже Например Другой вариант И человек Может поделиться Но предварительно Мы всё-таки Предлагаем Ему какие-то Дома Поддержать Буклеты Брошюрки Возможно спросить А что ты думаешь А как ты относишься А вот нет ли у тебя Там знакомых А что ты слышал То есть Вот И посмотреть Закинуть удочку И посмотреть Какова будет реакция И если вдруг Реакция резко Негативная То конечно Мы не рекомендуем Вот так вот сразу В лоб сообщать Потому что Для самого пациента Такое отвержение Будет очень травматично Что касается Ещё Партнёра Видела В комментариях В сети Есть тоже Такая точка зрения Что это накладывает На тебя ещё Некие законодательные Люди элементарно Боятся Что их обвинят В том Что они там Распространяют ВИЧ или ещё что-то И могут какое-то время Скрывать от партнёра Эту информацию Просто чтобы Юридических последствий Для них не было То есть вот они Вот эти юридические последствия Когда наступают Может ли человек Быть обвинён в этом Если он был Не в курсе своего статуса У юридических оснований Есть вот чётко Человек должен быть в курсе То есть он приходит Встаёт на учёт И подписывает Информирование О том Что он обязан Заниматься профилактикой ВИЧ-инфекции То есть Предупреждать Все риски Передачи вируса И информировать Тех людей Которым потенциально Вирус может передаться О том Что у него Вот есть этот вирус И он может быть Источником заражения То есть Ну грубо говоря Человек с ВИЧ Должен полового партнёра Предупредить Что у него есть ВИЧ Он должен находиться На терапии Которая Снижает вирусную нагрузку До неопределяемой И обязательно Использовать презерватив То есть Чтобы Передачи вируса Не было Конечно Если человек Сам ничего не знает О ВИЧ-инфекции То и Рассказать никому Ничего он не может То есть Тут о какой ответственности Речь Он не может нести Ответственность За то, чего не знает О состоянии Своего здоровья А вот если он Например Там намеренно Не рассказывает И вдруг Там здоровый Там Да Партнёр Узнаёт Что вот Был риск заражения Или он заразился Даже вследствие Сексуального контакта Он может обратиться В соответствующие органы И тогда уже Будет проведено Последование И последствия Да Могут наступить Самые разные Вплоть до уголовных К сожалению Время нашего эфира Заканчивается В студии работала Дарья Топузлиева И в гостях У меня была Екатерина Сметанина Специалист по социальной работе Центра СПИД До свидания До свидания Имеются противопоказания Необходима консультация Специалиста Полезный город